Сейчас я буду рассказывать довольно банальные вещи, которые все наверняка знают, но никто, естественно, не использует, иначе бы на смарт-лабе зарабатывал 100% трейдеров. Немножко я поною, полчаса это займет максимум. Буду я рассказывать о том, какие ошибки совершают торгующие люди, и не только новички, но и маститы, и трейдеры, и расскажу, как можно от них избавиться и улучшить свою торговлю. Ничего нового я здесь не открою, просто я хочу еще раз вбить в головы здесь присутствующих, насколько важно понимание психологии и дисциплины торговли. Ну, собственно говоря, поехали. Основные ошибки игрока психологические. Ну, самое распространенное – это пересижение убытков и ограничение прибыли. Я думаю, все мы здесь с этим сталкивались. Мы можем позволить своим убыткам течь сколько угодно, будем долго сидеть, надеяться на то, что однажды все отрастет обратно, и мы заработаем. Вот, на самом деле, история полна очень грустных примеров, когда люди сидели, сидели, не дождались и умерли от старости. И ладно бы ждали и дождались, так нет же, как только рынок начинает идти в сторону игрока, и как только он перешагивает нулевую отметку. Вот, человек остался в нуле, он либо сразу закрывает сделку, либо получает какую-то маленькую дельту, закрывает ее, говорит, фух, все, наконец-то заработал. Ну, и, собственно говоря, бросает. Цели, которые ставились, когда был вход в сделку, уже, естественно, идут по боку, они уже неинтересны. Самое главное, все, ты закрылся в каком-то плюсе, там обычный плюс вообще небольшой, даже ноль, но, тем не менее, ошибка распространенная. Отсутствие ступов – это, собственно говоря, ну, из этого и идет следствие фигуры первой. Вот, естественно, ступы придумали трусы, вот, ступы, они создают только убытки, это очень распространенная мысль и идея людей, которые просто не умеют их правильно готовить. На самом деле ступы, они очень хорошо и сильно дисциплинируют людей. Вот, если вы научитесь ставить ступы так, чтобы их не убивало, значит, вы научились входить в сделку так, чтобы рынок разворачивался, начиная с того момента, когда вы в него вошли. То есть не в середине где-то там, вот, а именно в точке разворота. Поэтому, на самом деле, постановка ступов, она очень сильно дисциплинирует, она заставляет человека понимать, что он сделал не так. То есть, если у вас выбили ступ, значит, что-то вы сделали не так. Вот, если вы что-то сделали не так, вы начинаете рефлексировать, анализировать ситуацию, ну, и в конце концов, там, добиваетесь своего. Вот, если вы будете торговать без стопов, если вы будете решить прибыль, вы никогда в жизни не научитесь ходить правильно, потому что, в данном случае, у вас не будет совершенно никакого стимула. Ну, там, да, ну, посидел три месяца в какой-то сделке, ну, и ничего. Вот, хотя, на самом деле, за те три месяца, которые вы сидели, вы могли бы сделать еще 20 сделок прибыльных, и, в общем-то, нервы себе не портят. Так, едем дальше. Попытки догнать рынок. Это тоже самая большая фигня, которая, собственно говоря, и рождает тильт в основном. Вот, мы стоим, ждем какого-то уровня, чтобы не взойти до уровня, рынок, как нам кажется, не доходит, там начинается откат, мы тут же подумаем, что все пропало, догоняем этот откат, вот, заходим, скорее всего, на самой вершине этого отката, потом движение начинается к вашему уровню, вы опять закрываете сделку, потом опять открываете, в общем-то, следуем за движением рынка, только не в ту сторону. Этого тоже делать нельзя. Если вы поставились в какую-то цель и пытаетесь войти по какому-то уровню, то, ну, если до вас не дойдет, значит, вы уровень выбрали неправильно, значит, вам надо поработать над правильным определением. Вот, но в моей практике 90% доходит. Бывают случаи, когда они доходят, но это не означает, что надо брать и пытаться рынок догонять, догонять по любой цене, поскольку, во-первых, у вас и стоп будет больше, ну, и, во-вторых, скорее всего, вы какой-то определенный момент затильтуете. Просто надо также понимать, что на рынке моментов для входа удачных, ну, если торговать тетрады, их там 100-200 в день. Если вы там один не сыграете, то ради бога, господи, ну, подождите следующего поезда. Собственно говоря, это же там не самолет в Кемерово, он не один раз в день летает, вот, да, достаточно много. Так, и идем дальше. Подпитки. Отбить рамзокрытые трендовые позиции контртрендом. Это распространенная беда людей, которые научились входить по тренду. Это очень тяжело, на самом деле, но если вы научились, это уже хорошо. Вот, но, тем не менее, мы входим в тренд, там, рынок растет, начинает, там, дрыгаться, пытаться развернуться, тра-ля-ля. Вот, мы, естественно, опять доцелили, недосижим, закрываем сделку, еще рынок идет дальше. Вот, нам становится обидно, как так, мы пропустили, там, половину движения, и подумаем, а, да, давай-ка я, там, ну, там, чтобы вы ланговали, давайте я шартану. И вот на откате как раз поймаю ту дельту, которую недозаработал на тренде. Ну, естественно, после того, как вы шартите, рынок идет дальше вверх. Вот, ну, в общем-то, смотри, пункт 3. Вот, тоже этого делать не стоит. Вот, если вы поставили, сошли, там, по какому-то уровню, по тренду, и поставили себе какую-то цель, вот, имейте, имейте храбрости дождаться ее, и имейте в виду, что, поскольку, ну, как бы, почти любое движение трендовое имеет, как бы, пятиволновую структуру, то вам нужно уже заранее быть готовым к тому, что вам два раза придется очень сильно напрячься, когда рынок будет, так сказать, идти против вашего движения. Ничего страшного, это коррекционные волны, они бывают. Вот, досидите, сидите до пятой, там может закрываться. Так, дальше, эмоциональный трейдинг. Ну, на самом деле, трогать на эмоциях, это, это тоже очень плохо, как и будучи в депрессии, так и, в общем, находясь в приподнем настроении. Потому что будучи в депрессии, вы заранее настроены на поражение. Вот, такая игра обычно идет к тому, что, как бы, вы не особо, там, всматриваетесь в сделку, которую вы делаете. Если она, так сказать, происходит убыточно, вы думаете, ну, вот, я так и знал. Вот, начинаете опять рефлексировать, там, искать в себе какие-то неправильные вещи. Ну, возможно, это и правильно, но, тем не менее, если вы, так сказать, занимаетесь каким-то делом, вы знаете, что когда вы, так сказать, к этому делу подходитесь с точки зрения победы, когда вы настроены на победу, то большинство, как бы, дел заканчивается хорошо. Если вы заранее настроены, что у вас ничего не получится, ну, скорее всего, да, у вас ничего не получится. Ну, и опять же, если вы находитесь в эйфории, там, сделали пару сделок, подумали, что вы все, король мира, и начинаете там брать третье, пятое, десятое плечо, вот, входить уже на обум, там, типа, я лепенчик фортуны не привезет, это тоже кончится плохо. Потому что позитивный настрой, через бедный позитивный настрой, он депозиты обнуляет гораздо быстрее, даже чем какое-то минорное настроение. Так, постоянное желание торговать. Ну, да, я думаю, что это всем знакомо, вот, человек думает, что если я постоянно не торгую, какой я, в чертовой матери, трейдер, вот, тоже, на самом деле, не так. Одна сделка, совершенная грамотно по уровню и закрытая по уровню, она принесет вам гораздо больше прибыли, чем 200 сделок, совершенных а, бы, как, и, 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 и непонятно, зачем. Вот, на самом деле, я считаю, что одна, одна из самых достоинств хорошего трейдера, это, это умение высиживать сделку, то есть, вот, умение ждать, умение ждать своего уровня, не дергаться, не рыпаться, и, в конце концов, так сказать, ожидающие, да дождутся, ищущие, да обрячут, в общем-то, все будет хорошо. Ну, и, как бы, последнее, неприятие убытков и попытки сразу отыграться. На самом деле, кто бы там ничего не говорил, нет прейдеров, которые никогда в жизни не получали по убытке. И даже, если у вас какая-то супер, там, стопроцентно игральная система, ну, если вы, конечно, не брокер, и не берете комиссию, тогда все нормально. Но если вы выходите в рынок, у вас всегда будут убытки, даже порой не зависящие от вас. Вот, допустим, там, ММВБ зависла, а вы в позиции. Вполне нормальная ситуация в наше время. Так что убытки будут, надо просто быть к этому готовым, ну, и главное, надо уметь делать правильные, извлекать правильные уроки своих убытков. То есть, на самом деле, убыточная сделка – это не просто минус по всем фронтам, и в психологическом плане, и в финансовом плане. На самом деле, из одной убыточной сделки можно сделать, ну, в общем-то, достаточно неплохие выводы, которые в будущем сэкономят вам гораздо больше денег, чем вы проиграли. Поэтому тоже не расстраивайтесь по этому поводу. Ну, об этом чуть дальше. Рома, можно вопрос на правах модератора, я здесь. Давай. Все психологические причины, ошибки, которые ты перечислил, не кажется ли тебе, что имеют всего лишь два корня? Первое – это либо отсутствие плана, либо второе – ты не придерживаешься этого плана. Либо присутствие плана, но другого. Ну, неправильный план, да. То есть, вот, все просто. Если у тебя есть план, и ты его придерживаешься, то нету никаких вот этих ошибок. Совершенно верно, Тимофей. И именно об этом вторая страничка моей презентации. Там прямо сверху так и написано. Да, теперь мы рассмотрим варианты лечения этих проблем. Значит, всегда надо составлять торговый план при открытии рынка. Это очень полезно просто потому, что вы сможете вычленить количество сделок, которые вы сделали от балды, от количества реально нормальных сделок, которые вы могли бы совершить. Поэтому всегда перед открытием рынка всегда составляйте определенный какой-то торговый план. Вот я, допустим, я пишу уровни, от которых будут отбои или пробои, которые будут начать дальнейшее движение тра-ля. Вот, пока я нахожусь без позиций, мне, любому другому человеку, картина рынка будет видеться наиболее чистой и незамутненной. Потому что как только вы выходите в сделку, вы сразу начинаете рассуждать о сделке с точки зрения своей позиции. Вы начинаете искать паттерны, которые подходят к вашей позиции. Вы начинаете, там, ловить мнение выступающих по телевизору или, там, смарт-лабе, который оправдывает вашу позицию. И несмотря на то, что, возможно, ваша позиция была неверна, вы будете до последнего отрицать, что вы туда неправильно зашли. Да. Ну, опять же, если у вас нет плана, допустим, на месте какой-то хороший уровень, идет сильное движение к этому уровню, от которого вы думаете, что он развернется. Такое очень часто бывает. И вам кажется, что все, нет, этот уровень сейчас пробьется, все полетит дальше, к чертовой матери. Чего вообще к этому уровню прицепился, в принципе? Ну, на самом деле, уровень в итоге отыграет. Но просто наблюдение за рынком и не менее четкого понимания, где вы будете входить за рынок, может избавить вас от очень большого количества потенциально прибыльных сделок. Ну и, соответственно, сделать вашу торговую систему убыточным. Да, я уже говорил, не помню, но повторюсь. Да, какой бы гравль у вас не был. Вот, если вы не будете следовать определенному плану, который вы составили, или своей системе, то вы подсознательно будете всегда выбирать самые хреновые сделки и не входить в самые потенциально прибыльные. Именно поэтому гравль он всегда должен идти вместе с дисциплиной, ну и, в принципе, и пониманиями принципа торговли. Дисциплина, на самом деле, самая главная. Очень мало людей дисциплинированных. Почему, допустим, хорошие роботы? Потому что им, собственно говоря, по барабанкам, что на рынке, кто там по телевизору что говорит, вот какие новости вышли на РБК. Он просто берет и тупо торгует. Там просто правильного настроения. Так, я про это рассказал, едем дальше, да. Анализируйте ваши сделки, особенно убыточные. Этого я уже коснулся. На самом деле, анализ убыточных сделок – это порой гораздо более профитная вещь, чем радость над прибыльными сделками. Потому что на самом деле всё в этом мире, ну, вообще, в принципе, в становлении человека, его психологии – это определённый опыт. Если у вас нет опыта, ну, опыт, как правило, негативный. Изучая и анализируя свой негативный опыт, мы избавляемся от таких вещей, которые делать не надо, и в дальнейшем их никогда не делаем. Просто если бы люди не анализировали свои поступки и свои сделки, то, вот, допустим, там человек тронул горячую плиту, обжёгся, там лизнул зимой качельку, язык прилип. Но, собственно говоря, в следующий раз он не будет, так сказать, пласть руку на горячую плиту и лизать качельки. Вот. То есть он проанализировал ситуацию, понял, что это не круто, ну, и больше не стал делать. А вот если перенести всё это на трейдинг, ну, чем занимается большинство, вы бы сейчас ходили, точнее, ну, не вы там, конечно, вы все крупные, сто процентов. Но большинство бы ходило с обожженными руками и, в общем-то, экстракровольными языками в свою жизнь. Потому что, поскольку мы постоянно, в общем-то, трогаем горячие плиты, постоянно лижем качели, вы вот из этого никакого не делаем, ну, и, собственно говоря, никакой эволюции человека, как трейдера, в этот момент не происходит. Поэтому, если вы получили убыточную сделку, вы должны просто понять, почему вы это сделали. Вот. Если у вас есть торговый план, вы, скорее всего, поймёте, что эта сделка была сделана от фонаря. Вот. Поэтому, если вы будете, если вы просто возьмёте вот количество сделок, которое вы сделали по плану, посчитаете в конце дня, и количество сделок, которое было сделано от фонаря, вы поймёте, что количество сделок, которое было сделано от фонаря, в общем-то, достаточно большое. Вот. А количество сделок, которое было сделано по плану, возможно, гораздо меньше, чем было запланировано. И я просто рекомендую вот такие вещи периодически делать и на следующий день стараться сделать все-таки больше запланированных сделок, ну, входов, И меньше сделать входов от балды. Я вас уверяю, буквально через пару недель ваша торговля значительно улучшится, потому что, проанализировав, вы поймете, что беда трейдера – это сделки, которые либо были сделаны в убытву, чтобы были сделаны от балды, либо были закрыты раные позиции, которые могли бы дать прибыль. Потому что потом написано было – купил там, продал здесь, вы продали где-то там посередине, дай бог, если посередине, это уже хорошо, потому что вам там что-то показалось, что рынок развернется и так далее и тому подобное. На самом деле это очень важная вещь, я бы хотел сделать акцент на ней. Просто у меня недавно была беседа с Андреем Берецем, это такой довольно прибыльный скальпер. Он мне тоже рассказывал, что несмотря на то, что он сделал много денег за последние 10 лет, он чуть не первый победитель ЛЧИ, у него все равно были психологические проблемы, и он решал их с помощью журнала сделок. И он в какой-то момент понял, что у него 50% сделок не по плану. И у него ушло месяц-два постоянного ежедневного отслеживания своих сделок на то, чтобы довести вот это число сделок по плану до 90%. И тогда уже торговля пошла в плюс снова. А у меня к тебе вопрос. То есть Берец всем рекомендует журнал «Пират Трейд», где ты можешь поставить тег, по какому торговому правилу ты зашел в сделку. И потом у тебя просто видно, с какой процент сделок по плану, и каков их результат, и бессистемные сделки, какой их результат, прям журнал сам считает. У меня вопрос к тебе такой. Вот ты чем пользуешься и рекомендуешь пользоваться? На бумагу записывать, в Excel? Как ты вот этот бэктест своих сделок сделаешь? На самом деле вести прям журнал сделок – это жесть реальная. Это уже получается настоящая работа. То есть если все думают, что это надо быть легко, вот там взял, там кликнул, заработал, ушел, там все, прокутил, то введение журнала сделок – это уже какая-то работа, там либо секретаря, либо еще чего-то. То есть это уже как бы жестко. Ты понимаешь, что деньги начинают конкретно зарабатываться прям тяжелым физическим трудом. На самом деле у меня все проще. Я веду свой журнал «Сделок» на Спартлабе. Я просто каждое утро, помимо там своей таблички и рассуждений, я выкладываю уровни, по которым я буду входить-выходить в сделку. Вот, собственно говоря. А потом у меня идет анализ просто того, где я вошел, где я не вошел. Ну есть, конечно, еще сделки внутридние, но я их тоже стараюсь озвучивать, в общем-то, и говорить. Вот, собственно говоря, это и есть мой журнал. То есть ничего такого там серьезного. На бумаге я вообще писать не люблю, потому что я пишу так, что вечером я сам не понимаю, что я написал. В Excel тоже как-то достаточно жестковато. Ну, кстати, вот ты сказал такую фразу «надо делать это эпизодически», я бы, наверное, здесь поправил тебя, это надо делать постоянно, каждый день. Если у вас усидчивость такая прям конкретная, если у человека робот, то да. Но по-другому просто не будет стабильного результата. И если вот взять тебя конкретно, да, ты как раз отличаешься тем, что ты делаешь этот журнал на смарт-лабе дисциплинированно каждый рабочий день уже, не знаю, много лет. И это поражает то, что ты действительно это постоянно делаешь перед открытием рынка, и вот твоя дисциплина просто поражает. Нет, ну на самом деле, вся моя жизнь – это определенная дисциплина, потому что, на самом деле, человек дисциплированный в любой сфер, дисциплированный везде. Вот брать, допустим, военных людей, они самые, в общем-то, хорошие, наверное, трейдеры были бы, если бы кто-то позвал торговать. Вот, потому что эти люди, зачем они называют такой дисциплины? Потому что дисциплина должна быть во всем. Пришел в грязную опию – помой ее. Какую-то бытовую вещь. Поел – помой тарелки. Пойди в спортзал каждый день. Напиши блог каждый день. Вот такая вещь, мелочи во всем, они постепенно дисциплируют человека. И на самом деле, дисциплина – это хорошо не только в трейдинге. Это очень хорошо везде. Потому что дисциплина у человека всегда все на своих местах, он всегда понимает, что происходит, потому что он анализирует, да, все, что происходит. Ну и, соответственно, все у него замечательно в итоге. Так, едем дальше. Да, в общем-то, заповлили свои дисциплированные сделки, стараемся их больше не делать. Ну и, я не знаю, что я здесь написал, это, в принципе, вопрос к пересиживанию убыток. Просто если вы действительно пересиживаете убыток, самый простой психологический прием – понять, ну, реально ли вы ждете, что вырастет, или просто вы, как бы, боитесь выйти из зоны комфорта, это просто спросить тебя, вот купили бы вы сейчас вот эту бумагу, которую вы купили когда-то, вот именно по этой цене. Если наш ответ – нет, значит, вы просто пытаетесь остаться в зоне комфорта, чтобы не травмировать мозг себя любимого, как так, в общем-то, вы вошли в позицию, она, в общем-то, будет закрыта в убыток. Ну и, опять же, помним, что убытки у всех бывают, но не у всех проходят, не проходят у тех, кто не анализирует. Но как раз вследствие из этого – надо всегда защищать свой портфель, а не свое сознание. Надо смотреть своим убыткам в глаза, не бояться их, любой отрицательный опыт – это опыт, еще раз говорю, еще более позитивный, еще более интересный, чем опыт позитивный, потому что позитивный опыт, он, на самом деле, ничему не учит, он просто поднимает вам жизненный тонус. А вот негативный опыт, правильно использованный, правильно повернутый – это, так сказать, достаточно богатый опыт, который в будущем избавит вас от миллиона подобных сделок, которые могли бы совершить. Ну и да, как бы, иногда мы делаем какую-то сделку от балды, и она приносит нам прибыль, и я, как бы, призываю не думать, что, так сказать, один раз проканал, а то проканал, а то другой раз. То, что вы сделали прибыльную сделку от балды, вот, это просто означает только одно – вам очень сильно повезло, и ваш лимит везения, а лимит везения, я думаю, есть человек и везде, он просто рано или поздно будет исчерпан, ну и, собственно говоря, все, дальше пойдет негатив. Так, это как раз забавно, учитывая то, что я вам что-то рассказываю, а вы слушаете. Не ведитесь на мнение со стороны. На самом деле, это тоже правда, ну, меня можно слушать, я думаю, просто есть беда такая, что люди часто совершают импульсивные сделки, вот они хотят войти во что-то, и начинают взяться по сторонам, там, есть у меня единомышленники, и, как правило, тыкаются, там, либо по телевизору кто-то сказал, либо, там, написал кто-то на сайте, типа, там, сейчас лукойл выберет, там, на 200%, вот, уже завтра. Вот, и человек прям в тот же раз, бац, кликает сделка, все, подтверждение получено. На самом деле, ну, можно, конечно, мнение послушать, проанализировать, вот, сделать свой вывод и поставить какую-нибудь там покупку, прям в определенном уровне, ну и надо сразу-сразу прям покупать, потому что по закону подлости, как только вы купите, что-то развернется и пойдет вниз. Несмотря на то, что даже, возможно, это идея правильная, то, скорее всего, вы подумаете, вот, сволочь какая, послушал я его, дурак. Вот, и теперь убытки терплю. Ну, на самом деле, понятно, кто дурак, дураки оба, вот, опять же, делать этого не надо. Так, пытаюсь контролировать подобные сделки и увидите, что сделки довольно часто. Да, совершенно верно, опять же, это все отсыл к плану, конспекту вашей торговли. Если вы будете анализировать, вы будете видеть, что очень много сделок, сделанных, вот, именно такой вещи, там, где-то края муху услышал, это где-то, там, сошлось с вашим представлением о текущей ситуации, ну, и, там, понеслось. Вот, ну, и да, я тоже сказал, что большинство трейдеров, которые говорят, там, типа, там, Лукоил завтра 3000, там, индекс РТС 3000, там, еще что-нибудь такое, там, жижа в ад, вот, как правило, это говорит просто о том, что они уже в позиции, вот, и им нужно собрать как можно больше единомышленных по этому поводу. Вот, тоже вот такие, такие вещи, которые, как бы, со стопроцентной вероятностью утверждают, что сейчас жижа пойдет в ад, вот, они, как правило, пытаются оправдать свою позицию, вот, делать этого не надо. Так, вакональный настрой, да, вот, я уже, я уже, в принципе, об этом сказал, не надо пытаться торговаться, торговаться в различном состоянии, вот, если вы совершаете несколько убыточных сделок, это явно, как бы, не добавит вам оптимизма, скорее всего, это вгонит вас в депрессию, а если торговится система, то, скорее всего, просто ударный день идет, вот, поэтому я предлагаю просто, если такое происходит, взять какой-то тайм-аут до конца дня, например, и просто попытаться понять, что вы сделали не так, просто, возможно, на самом деле, причина не в вас, вот, потому что в системе торговли две выпущенные сделки подряд бывают редко, но если бывают, они, как бы, выбивают человека из колеи, и все дальнейшие попытки торговать, они на 50% будут являться попытками отыграться, соответственно, уровень неадекватности в таких сделках будет зашкалить все разумные пределы, поэтому тоже не рекомендую. Так, ну, да, всегда иметь настрой заработать, а не проиграть. Я уже тоже говорил, то есть, если хотите заработать, если вы хорошо настроены, вы, ну, по крайней мере, сделайте все, что возможно для того, чтобы заработать. Если вы заранее обречены на неудачу, вы просто будете, как бы, говорить, ну, вот, типа, я какой, какой я дурак, какой я плохой, на каждую будущую сделку, которую у вас будет, и подсознательно будете, опять же, из массы сделок, которые предлагает нам ваша система, подсознательно выбирать именно те сделки, которые закончатся достаточно срегово. Ну, вот, собственно говоря, у меня все. Один маленький момент, сейчас будут вопросы. Скажем, что, подтверди, что вот эти все правила, они писаны кровью, и ты вроде бы быстро накидал много рекомендаций практических, каких-то советов, но чтобы, допустим, начинающему в них поверить, чтобы их усвоить, вот одного раза вот так вот послушать на конференции недостаточно, что реально надо вот твою презентацию перечитывать каждый день буквально, чтобы в это поверить, чтобы это просто легло в мозг, в подсознание. И каждую строчку, которую ты сегодня назвал, ее реально надо каждый день перечитывать, пока это просто не станет у тебя от зубов отскакивать. Совершенно верно. Ну, и именно поэтому я здесь и с этим выступаю, потому что я уже, как бы, сказал, все знают это, я здесь ничего нового, скорее всего, не открываю, но просто, опять же, думаю, да, это все фигня, или, там, начнут следовать, и под конец опять начнут забывать, там, тра-ля-ля. Ну, и в итоге, в итоге, там, шайство. И, в принципе, если бы можно было, я бы постоянно, каждый день выступал, как, там, Мулан и Минорити каждое утро, вот, и пел бы вам эти правила. Потому что, действительно, ну, многие не верят, многие думают, что это ерунда, что, там, у меня и так все получается, а на самом деле, получается, и это замечательно. Но, просто, если вы будете делать подобные вещи, подобные, там, домашние работы каждый день, у вас будет еще лучше получаться. Вот, зачем вы останавливаетесь на том, что уже достигнуто? Я, так сказать, постоянно стараюсь прогрессировать, и, более того, я довольно часто совершаю вот те ошибки, о которых сейчас сам вы говорите. Потому что они не только потом и кроме рынка написаны, они и моей кровью написаны отчасти. Поэтому, поверьте, я знаю, о чем говорю, и, действительно, у меня какое-то время на стене висело просто. У меня на стене висели там некоторые бумажки. Твой чат на смарт-лабе уже называют сектой. Я предлагаю основать церковь Романа Андреева, да? А вот это, как утренняя, так сказать, утренняя служба, да? Молитва такая, распевать в течение часа все эти правила. Проба не спорвать. Можно вопросы, да? Роман, вопрос к вам, как к системщику. Вы сейчас подробно рассказали в ошибках игроков. Вы, соответственно, кровью заплатили за то, чтобы торговать по системе. Но, тем не менее, в силу достаточно определенных статистических законов, допустим, тех, у которых писал Райв Винс, закон Арксинуса и так далее, все деньги зарабатываются в течение 40% времени. И то есть вы, допустим, торгуете как системщик, ну, неважно, там, скальпер, интродейщик, но, тем не менее. То есть 60% времени, пользуясь вашей терминологией, вы не целуетесь с качельками, не с утюгом. Вы все делаете правильно, расставляете стопы, берете уровни, все как положено, но 60% времени работаете в ноль и только за 40% времени делаете там большинство своих денег. Я думаю, что этот закон, справедлив и в вашем случае. Вот как вы боретесь там с унынием, с депрессией в течение этих 60% времени, если, конечно, они у вас есть? Спасибо. Ну, на самом деле, я думаю, что 60% здесь расклад не совсем правильный, но даже, допустим, если это есть, то, скорее всего, здесь, можно сказать, применительно ко времени. Действительно, делаются сделки и зарабатываются деньги, но достаточно быстро. Вот меня это занимает, посреди, там, в общей сложности. От входа до выхода, вот, и все сделки в день, это действительно займет, там, процентов 30 моего времени. Ну, а все остальное время я, не знаю, там, читаю книги, смотрю телевизор иногда, даже второй канал. Вот, так, чтобы просто не терять связи с реальностью. Ну, и, собственно говоря, занимаюсь какими-то полезными вещами. В блог пишу, на самом деле. Вот, все удивляются, почему, в общем-то, я так долго и активно строчу. Так вот, на самом деле, у меня масса свободного времени, потому что, если, как бы, не рыпаться, особо, там, не сидеть, там, пытаться кликать каждые 5 минут, делать сделки, вот, а спокойно сидеть и ждать своего уровня, то во время ожидания у вас, так сказать, появится возможность с пользой провести свое время, там, я говорю, почитать, пописать, поделать что-нибудь интересное. Еще вопрос можно, да? Роман, вот вы сказали, вся жизнь дисциплина, ну, это замечательно в теории, но как на практике это работает с точки зрения психологии? Ведь, ну, из моего личного опыта получается так, что теория Тимофея о счастье, она связана с определенной долей разгильдяйства, то есть есть однозначная корреляция между дисциплиной и несчастьем. Практически близка к единице. Вот каким образом вы балансируете в жизни? Как вы получаете радость, если вы такой дисциплинированный? Не надо инсинуации, у меня нет такой теории. А я думаю, что самые счастливые люди – это прапорщики, потому что за них никто не думает, за них написан устав, они по нему шарашат, и им, в общем-то, совершенно нормально. Так что, на самом деле, я думаю, что консервосвязи нет, тем более, что я же не говорю, что надо там постоянно торговать. Даже в субботу и воскресенье, когда рынка нет, все равно упорно пытаться соединиться с биржей и что-то сделать. Вот, нет, естественно, этого не надо. Просто дело время есть, потехе час. У вас есть два дня выходных, где вы можете хоть на ушах стоять. Вот те, кто меня читает, знают, что я иногда стою, не горжусь этим, но, тем не менее, я вот так отдыхаю по выходным. Уж простите. И, на самом деле, я считаю, что я счастлив, потому что, допустим, во времена дисциплины действительно избавлен от каких-то там метаний, которые могут принести душевные томления, страдания или еще что-нибудь. Я просто знаю, что надо делать. И мне уже от этого хорошо. А выходные уже проводятся для души. Там я совершаю поступки, которые, возможно, потом не горжусь, но, тем не менее, которые приносят мне какое-то духовное и душевное расслабление. Я считаю, что я точно не несчастлив, скажем так. Можно еще один последний вопрос и следующее выступление? У меня вот такой вопрос по поводу фундаментального анализа. И используете вы, когда новости выходят, отслеживаете, и при каких новостях ни в коем случае вы не заходите, или после новостей входите через какое-то время, или до новостей. Именно вот этот вопрос. Какие новости, в смысле, или только тех анализ вы смотрите? Фундаментальный анализ я использую, чтобы, в принципе, понять, что происходит на рынке. То есть торговать его нельзя. Он определяет как бы генеральную канву, в которой надо двигаться. Что касается новостей, да, я их использую. В общем-то, я жду, когда выходит новость. Если она вышла плохая, я совершаю что-то хорошее. То есть я действую упреки логике выхода новостей. Это одна из моих торговых стратегий. Она совершенно замечательно работает. Поскольку, если взять там… Перед новостями, да, перед новостями я иногда расставляю так называемые засады. Просто ставлю там, смотрю на волатильность рынка. На предыдущих новостях, текущую волатильность рынка, вычисляю определенную дельту, ставлю с одной стороны там сверху продажу, снизу покупку и пытаюсь поймать шип первый, который возникает на новости. Ну и, соответственно, как бы моя парадигма такова, что первое движение на новости, оно всегда идет неправильно, либо же после нее всегда идет откат. У меня есть стратегия, которая достаточно неплохо работает на подобных вещах. Единственное, что тяжело, это быстро выставить стоп, если ты ошибся, то есть чтобы тебя не понесло дальше. Ну, на рынок на самом деле действует очень много новостей. На рынок действует что? Ну, я имею в виду на фондовый рынок, на фьючерсный рынок. Ну, в последнее время действуют новости по нефти. В меньшей степени там payrolls, ну и данные ПВП США. Все остальные новости, они действуют обычно на валютные пары, там евро-доллар, в основном золото и так далее. Ну, в принципе, и там можно сыграть. Вот три ключевые новости, их действительно можно сыграть. Особенно сейчас совершенно замечательно получается отыгрывать вышки по нефти. Такая-то вроде бы новость глупая при глупой. Вот про эти вышки никто и три года не знать не знал, что они есть. В общем, что за ними надо смотреть. Но, тем не менее, сейчас там все на них чуть ли не богу молятся. Все начинают приветствовать недоброе утро, какие вышки там вчера вышли в ночи. Ну, собственно говоря, что есть тема поиграться, значит, нужно играть. Субтитры создавал DimaTorzok